МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько будет стоить поездка в общественном транспорте? Весне дорогу. Как готовиться к смене сезона дорожной службы? Прибавили три года. Что думают жители столицы Чуваши о продлении дачной амнистии? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чуваши Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Республике Крым 26 февраля запланирована встреча Михаила Игнатьева с председателем Совета министров Республики Крым Сергеем Аксеновым. Подписание плана мероприятий по реализации соглашений между Кабинетом министров Чувашской республики и Совета министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области содействия занятости населения. В рамках визита предполагается также подписание соглашения о побратимстве между городом Новочебоксарском и городом Феодосии соглашения о сотрудничестве между администрацией Батаревского района Чувашской республики и муниципальным образованием Бахчисарайский район Республики Крым. Глава Чувашии, побывая также на ряде предприятий города Симферополя, встретится с представителями Чувашской диаспоры Крыма и посетит торжественный концерт творческих коллективов Чувашской республики. Расширяя границы, в посольстве Турции в России прошла презентация Чувашских предприятий. В ее рамках стоялся разговор главы Чувашии с послом Турции в России. Встреча руководителей производств с потенциальными партнерами из-за рубежа готовилась заранее. В течение последних месяцев в республику неоднократно приезжали представители турецкого делового сообщества. Дмитрий Ковалев сообщит подробностям. Чувашия и Турция уже давно начали налаживать партнерские отношения друг с другом. Не раз в республику с официальными визитами приезжали делегации из этой страны, а Чувашары сейчас являются побратимом города Анталия. Презентация региональных предприятий в турецком посольстве должна придать мощный стимул на пути по дальнейшему сотрудничеству. За час до встречи предпринимателей с потенциальными турецкими партнерами глава Чувашии провел переговоры с послом Турции. Умит Ярдым отметил, что сейчас их страна стремится расширить деловые связи. К примеру, недавно в посольстве побывала делегация из Казани. К слову, из Чувашии в Москву приехали не только бизнесмены. Гостей у входа встречали артисты народного ансамбля, в фойе устроили дегустацию национальных блюд. Иностранных партнеров угощали домашними сырами, шартаном и другими оригинальными блюдами. На встречу деловых кругов в турецкое посольство прибыл и член Совета Федерации Константин Косачев. Предлагаю послушать его интервью. Для Чувашской республики внешние связи, контакты с партнерами, которые могут прийти со своими проектами, со своими инвестициями, со своими предложениями. Но не в последнюю очередь и стать покупателями той продукции, которая производится в Чувашии, которая совершенно точно имеет очень высокую конкурентноспособность, в том числе на внешних рынках. Это очевидный элемент, очень мощный элемент развития Чувашской республики, вместе с успехом Чувашии, разумеется, и всей Российской Федерации. Глава республики отметил, что только в прошлом году внешний торговый оборот между Чувашией и Турцией превысил 4,5 миллиона долларов. Очевидно, что этот объем в ближайшее время будет увеличен. К примеру, сейчас республика присматривается к турецким технологиям выращивания овощей в теплицах. Но и Чувашии есть, что предложить иностранным партнерам. Город Чебоксары является центром релейной защиты во всей Российской Федерации. Это основной Чебоксары, который является релейной защитой, это релейная защита, это релейная защита. Один единственный научно-исследовательский институт релейной строения – это Чебоксары. На встречу в турецкое посольство прибыли представители девяти предприятий. Они презентовали потенциальным партнерам ткацкие станки, автофургоны, электротехнику, комбикорма и не только. Глава региона заметил, что в последние годы иностранные инвесторы реализовали в Чувашии целый ряд масштабных проектов. Чувашия всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству. И я полагаю, дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с Чувашской Республикой, Российской Федерацией, с Турецкой Республикой мы выйдем на другой уровень, на взаимовыгодной основе. Наши предприниматели заинтересованы и предприниматели Турецкой Республики заинтересованы. Мы со стороны органов власти создадим наибольшую благоприятную среду. Впрочем, Чувашия готова наладить сотрудничество и по другим направлениям. К примеру, в культурной сфере. Турецкие артисты всегда желанные гости на фестивале «Родники России». Из-за рубежа республику планируют направлять на стажировку и турецких студентов. Очевидно, что это не последняя встреча. Уже в мае чувашскую делегацию пригласили приехать в Турцию с официальным визитом. Медрик Ковалев, Эндрик Шоклев, Республика из Москвы. На заседании правительства Чувашия рассмотрен ряд вопросов, продиктованных экономической ситуации. При этом речь шла как о росте некоторых цен, так и об увеличении государственной поддержки. Государственная служба по тарифам проанализировала расчеты перевозчиков, пассажиров и грузов и вынуждена была согласиться. Последние работают себе в убыток. Стоимость проезда в транспорте не менялась уже два года. С 10 марта поездка в троллейбусе будет стоить 15 рублей, в маршрутке по городу – 20, до Новочебоксарска – 23. В автобусе стоимость останется прежней – 16 рублей за одну поездку. Мера непопулярная, но необходимая. Предлагаемые новые тарифы укладываются в рамки инфляции 2014-2015 года. Кроме того, если пассажир расплачивает с электронной транспортной картой, проезд во всех трех видах транспорта на рубль дешевле. Даже с учетом повышения стоимость проезда в Чуваши остается одной из самых низких в Поволжье. Минсельхоз Республики разработал комплекс организационных мер по закупке техники, удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных частей, семян для успешного проведения весенней пассивной кампании. Сейчас зимы находятся в основном в хорошем и удовлетворительном состоянии. В настоящее время ведет работа по подготовке семенного материала. Семена яровых, зерновых, зерновых культур у нас засыпано 49 тысяч тонн. Это 103% к плану. В прошлом году у нас на эту дату не хватало 1% семян. И кондиционность на сегодняшний день составляет 70%. В прошлом году было 58%. Не более 40% от потребности заготовлено горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений. По словам Сергея Павлова, сельхозтоваропроизводители, напуганные удорожанием, привлекают меньше кредитов. Но предпринятые меры должны изменить ситуацию к лучшему. Буквально недавно уже было, ну в середине февраля было принято решение. И Росельхозбанка по снижению процентов ставок сейчас краткосрочных кредитов выдает 23,5%. Сбербанк тоже снижает свои ставки и около 20% будет выдавать кредиты. И кроме этого принято постановление правительства о субсидии процентов ставок по краткосрочным кредитам. И хочу отметить, что объем их вырастет до, то есть субсидируется будет от 16,5% до 17,5%. Если кредит будет 23, 17,5% будем субсидировать, это где-то 5-6% ложится на сельхозтовопроизводителя. Это уже посильные ноши и тем более лимиты, которые обозначены на это направление у нас в три раза больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день сельхозтовопроизводителям перечислены субсидии в сумме 198 миллионов рублей. И это почти в 4,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, на поддержку животноводства и элитного семеноводства предусмотрено более 110 миллионов рублей субсидий из республиканского бюджета. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Российская ассоциация компаний розничной торговли приняла решение о замораживании цен на отдельные виды социально значимых товаров. Перечень такой продукции компания определяет сама. И вот какой комментарий мы получили из Министерства экономического развития торговли. Вот из этой компании розничной торговли, из этих компаний на нашей территории Чувашской Республики функционирует эта фирма Лента, торговая компания Лента, федеральная сеть Магнит, Х5 Ритейл Групп, это сеть магазинов Пятерочки, Карусель, Перекрестки и Метро, Кэш энд Керри. Вот эти четыре компании в настоящее время пока, к сожалению, не приняли решение, насколько мы знаем, о замораживании цен. До них еще главные организации не довели такого рода информацию о том, с какого времени будут цены заморожены. Единственная компания, которая приняла такое решение, это компания Метро Кэш энд Керри. Они нас проинформировали о том, что замораживают цены на ряд товаров, таких как хлеб, молоко, макаронные изделия и крупы. Ну и, наверное, еще ряд других видов товаров социально значимых. Но мы надеемся, что в ближайшее время информация от главных организаций торговых компаний будет доведена до наших местных территориальных структур. И будет принято решение о замораживании цен. При формировании цен, естественно, большую роль играет конкуренция. Поэтому у нас деятельность федеральных сетей очень влияет на общую конкуренцию в сфере розничной торговли. Естественно, вот та мера, которая ими предпринята сейчас по замораживанию цен на отдельные виды социально значимых товаров, естественно, должно повлиять и на общий уровень цен в целом в сфере розничной торговли. Дачная амнистия продлена на три года. Сегодня в региональном управлении Росреестра состоялась горячая линия по этой теме. Алло, здравствуйте. Я насчет дачной амнистии хочу вопрос вам задать. Да, пожалуйста. Девушка, вот у нас дача сгорела, осталась баня. Можно ее приватизировать? Да, вы можете зарегистрировать право на нее. А документы у вас на землю какие? На землю у нас земля зарегистрирована, все у нас сделано. Да, вы можете зарегистрировать баню. Для этого нужно будет заполнить декларацию об объекте недвижимости и прийти к нам. В принципе, форму можно даже у нас здесь получить. Жители столицы больше всего интересуют вопрос оформления в собственность, земельных участков и частных домов, а также сроки продления дачной амнистии. Законодательство позволяет гражданам по упрощенной форме зарегистрировать свои права на отдельные объекты недвижимости. Земельные участки, жилые дома, дачи и индивидуальные гаражи. При этом нужно предоставить минимальный объем документов. Окончание срока в даче на амнистии подстегнуло жителей нашей республики для того, чтобы оформить свои права. Первые за несколько лет показатели по даче на амнистии после стабильного снижения пошли вверх. У нас в 2014 году было оформлено более 16 тысяч прав на объекты недвижимости. Больше всего было оформлено именно на частные дома. Самое главное, по даче на амнистии, чтобы оформить жилой дом, нужно предоставить заявление, написать здесь у нас в управлении Росреестра, паспорт и документ на землю. Помимо продления дачной амнистии, Госдума отодвинула на год и сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Но это вовсе не повод откладывать решение этих вопросов на потом. В Росреестре считают, что сейчас самое время все сделать не торопясь. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Каждое время года приносят рабочим дорожных служб свои проблемы. Какие дорожные работы проводятся перед началом весны, в Чебоксарском районе узнавала наша съемочная группа. Во время обильных снегопадов дорожникам приходилось работать круглосуточно. Было задействовано 150 единиц техники. Недавно начался ямочный ремонт проблемных участков. Органно-минеральная смесь, используемая при укладке колодного асфальтобетона, позволяет работать в условиях до минуса 10 градусов. Карту создаем, долбим сначала, потом продуваем, греем, сушим. Обработка битумом, потом холодный асфальт положим, укатаем, края разливаем битумом. День 18-20 квадратов. От погодных условий зависит, что за погода. Сегодня хорошая погода. Дорожные бригады готовятся к пропуску воды, накапливаемой на дороге. Техника убирает снежные валы с обочин. Рабочие чистят барьерные ограждения. Это делается для того, чтобы быстрее подсушить земельное полотно. Как вы знаете, грунт, который в текучем состоянии, представляет уже прошлистные характеристики, намного падает, соответственно, начинаются большие разрушения. Начинаются пучения дорог. Согласно этого приказа по подготовке пропуску пау-год, готовимся открывать водопропускные трубы. Также отслеживаем, где появляется наледь. Такие трубы берутся на учет и принимаются соответствующие меры. Следят за погодными и дорожными условиями с помощью специальной автоматизированной системы. В Чувашии установлено 7 постов дорожного контроля с датчиками температуры воздуха, дорожного полотна, скольжения, интенсивности движения на дороге. Все данные о дорожной обстановке поступают в центральный диспетчерский пункт Чувашио-Пордора, Министерства строительства Чувашии. В режиме реального времени также можно проследить за всей работающей техникой через спутниковую систему ГЛОНАСС. Здесь показаны все остановки и схемы движения рабочей техники. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика. Будущие инженеры и конструкторы Чувашии осваивают специальности САА «Школьной скамьи». Центр молодежного инновационного творчества, где подрастающее поколение реализовывает свои технические идеи, заработал на базе Чувашского государственного университета прошлой весной. Что интересного произошло за год, об этом в следующем сюжете. Макет первого русского боевого корабля «Полтава» в натуральную величину устанавливают в северной столице. Проектировщиками 3D-модели корабля стали студенты машиностроительного факультета ЧГУ. Работали мы над ним очень долго, около полугода. Надо было разработать каркас и небольшие элементы для корабля, рассчитать их устойчивость, так как конструкция довольно металлическая. 3D-моделирование было для нас знакомым, поэтому мы к нам и обратились. Ну, думаю, мы справились. Разрабатывали проект на одной из площадок Центра молодежного инновационного творчества – в лаборатории 3D-моделирования. С помощью компьютерных программ и устройств здесь можно спроектировать все, что угодно. В соседней комнате виртуальные модели обретают реальную форму. Лаборатория робототехники открыта для всех. Здесь и младшие школьники, и студенты машиностроители. В свободное, неучебное время мы сюда приходим, занимаемся, разрабатываем разные проекты. В паяльной станции я паяю микросхемы для нового проекта. Вот мы разрабатываем проект, сделаем квадрокопер, который у нас будет летать. Не секрет, что 21 век – это век информационных технологий. И роботы в будущем заменят очень много нынешних профессий. То есть эти роботы, они могут заменять даже людей. Наглядный тому пример продемонстрирован в третьей лаборатории. Здесь представлен самый настоящий сварочный робот. В скором будущем, как предсказывают ученые, подобные модели заменят людей на так называемом вредном производстве. Однако, без человеческого интеллекта этот робот – просто груда железа. Здесь уже наши студенты, бывшие школьники, теперь наши студенты, которые научились программировать простые роботы, модели роботов, теперь работают уже на реальном оборудовании. Учатся программировать, учатся управлять эти роботы, для того, чтобы потом, придя на производство, сходу встать к этому роботу и работать без всякого детаптационного периода. За год существования в Центре молодежного и инновационного творчества была организована научная конференция межрегионального значения. Проведено три соревнования по робототехнике среди школьников. В ближайшее время планируется организовать крупный региональный этап Всемирной Олимпиады. Поделился руководитель Центра Сергей Сорокин. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. На республиканских сельских зимних спортивных играх в Ядрине определился состав делегаций, который представит Чувашу на всероссийском уровне. Соревнования пройдут в Пермском крае. 25 человек отправятся в город Чайковский, отстаивая честь нашей республики. Чувашия выставила своих представителей в восьми дисциплинах зимнего сельского спорта. Лыжники, гиревики, шашисты и шахматисты, механизаторы и дойеры. Многие годы состав делегации практически не менялся, но на этот раз в команде большинство новичков. В этом году мы решили брать только победителей седьмых сельских республиканских сельских играх, которые состоялись в Ядринском районе 13-14 февраля. А до этого мы брали уже более подготовленных команды. В этом году у нас не участвуют многократные победители. Это команда Вурнарского района. Несмотря на молодой состав, результатов от них ждут весомых. На прошлых играх представители Чувашии стали лишь десятыми, однако сейчас от них ждут более успешных выступлений. Настроены на это и сами сельчане-участники. Я тренировался каждый день упорно, готовился ради этого. Сейчас уверен в своих силах и готов занимать самые высокие места. Потенциал команды, можно сказать, большой. Все спортсмены молоды, они все хотят показать себя. Но, думаю, будут у нас и победители, и призеры всероссийских игр. Главные соперники для нашей республики – это Удмуртия и принимающий соревнования регион Пермский край. В двух министерствах спорта и сельского хозяйства уверены, что команда у нас сильная и ждут их только с победой. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксарская детская театральная студия «Зеркало» заняла первое место на международном фестивале. Конкурс проходил в Великом Устеге. Наши ребята представили там сказку «Буратино». Подробности в сюжете Марина Рябцевой. Меня зовут Пиро. Сейчас мы разыграем перед вами. Паузу делай, вот то, что мы с вами говорили. Именно эта постановка принесла победу театральной студии «Зеркало» на международном фестивале. Со сказкой «Буратино» юные актеры выступали в Чебоксарах в новогодние праздники. А вот совсем недавно представили ее фрагмент на родине Деда Мороза. Вот эта поездка, она совершенно удивительная была и огромное значение имеет для всего нашего театра. Потому что, во-первых, дети выехали на шикарный отдых зимний. Они столько увидели замечательного. Это и герои, и персонажи всевозможные, различные аттракционы, игры-конкурсы. А сама Бочина Деда Мороза и сам Дед Мороз – ну это просто сказка, действительно сказка. Маленькие актеры выкладывались на 100%. И не только те, кто играл главные роли. Большую ответственность чувствовали и исполнители второстепенных ролей. Ой, мне очень нравится. Это такой драйв. Выходишь, отыгрываешь, зрители хлопают, все смеются. Очень приятно вообще дарить людям радость. Да, но мне лежало очень много ответственности. Было, если честно, очень страшно. Не только я волновалась, все очень волновались. Но когда мы вышли на сцену, уже получается мы стали не детьми, а героями. Я была братина, кто-то уже кот. Никто не думал о том, что я просто человек. Все думали о своей роли. Многие выпускники этой студии поступают в престижные театральные вузы страны. Но даже те, кто и не мечтает о большой сцене, получают для себя совершенно неожиданный эффект. Они становятся более открытыми и уверенными. Дети к нам приходят, они приходят общаться между собой. Они все в компьютерах дома, онлайн, там еще где-то. То есть самое сложное – сделать аналоговое общение детей, как это, не парадоксально. Чтобы они общались между собой живьем и как-то познавали мир, играя в этот мир. Юным актерам удалось погрузить в мир детства всех своих зрителей. А это значит, что речь идет о таланте. Два, два, три, два! Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова